Здравствуйте, друзья мои! В достоприменных сказаниях о подвигах египетских старцев есть необыкновенная зарисовка, очень скупая, но трогательная, о преподобном Макарее великом чудотворце, по-настоящему великом. Он еще в древности, даже среди таких удивительных людей, как Антоний Великий, Павел Припростый, он уже тогда при жизни получил это наименование. И этот великий человек, пишет нам буквально одна строчка из достоприменных сказаний, всю жизнь оплакивал воровство Смокв, которое с ним произошло в глубоком детстве. И нам это совершенно непонятно. Думаешь, Господи, что же это такое? Почему нужно переживать из-за какого-то детского греха? Ну, всякое в жизни бывало. Я сам вспоминаю, как я, будучи в пионерском лагере, ходил с приятелями воровать яблоки, необыкновенно вкусные яблоки из соседнего сада. Это было очень интересно, весело. Яблоки были какие-то необыкновенно вкусные, может быть, не очень вкусные были. Но мы вспоминаем эти шалости детские как забавный эпизод, над которым не сокрушаться надо, может быть, просто посмеяться. И просто лишний раз улыбнуться такой детской отваге или же пионерскому задору, с которым мы лазили на эти деревья, очень сильно переживая, что вот сейчас вот выйдет этот старичок и начнет кричать, а мы убежим. Но люди очень чуткой совести, такие как преподобный Макарий Великий, даже мелкие преступления, бывшие с ними в жизни, переживали как большую драму, как шрам, который остается навсегда. Они прекрасно понимали, что грех — это то, что навсегда. Да, есть покаяние. Любой грех можно вылечить покаянием, но событие неотменимо. И это очень хорошо нужно понимать, особенно тем людям, которые в мысли христианства или Евангелия по таким популярным лекалам думают, ну, не согрешишь — не покаешься. Подумаешь — согрешил. Всегда есть батюшка под рукой, пошел, поисповедовался, да, можно даже по телефону. Есть процессы неотменимые, есть события, которые невозможно отменить. И в этом смысле мы как раз и должны ориентироваться именно на святых людей, на людей по-настоящему чуткой совести. Среди наших современников, может быть, совсем мало таких людей с такой чуткой совестью, как и была у святых старцев, как у Макарии Великого. Или у Блаженного Августина, который в своей замечательной книге «Исповедь» рассказывает тоже эпизод, над которым мы бы никогда в жизни не задумались. Потому что целая объемная философская книга, которую многие читали, и ее нужно перечитывать, книга «Исповедь» Блаженного Августина, посвящена целому букету серьезнейших вопросов. И тут вот вторую книгу, значительную часть этой второй книги своей «Исповеди» он посвящает анализу событий, которые произошли с ним в подростковом возрасте. Августину было 16 лет. Он подросток из обеспеченной семьи. У него блестящие родители, у него отличные родословные, если хотите. Этим очень кичились, это очень ценили в античные времена, в эпоху поздней античности. Он общается со своей ровней, и среди его друзей такие же подростки из обеспеченных семей. У него блестящее будущее, его готовят в адвокаты. И в своей подростковой компании он на хорошем счету. И вот однажды его подбивают в полночь пойти обворовать грушу соседскую. И он подробно рассказывает, как они готовятся к этой шалости. И самое удивительное, что Блажен Августин об этом пишет без смеха. Он вспоминает это со стыдом. Он говорит, почему? Я пытаюсь понять. Он же ведь человек очень глубокий. Мы понимаем, что это философ, который так глубоко мыслью своей погружался в самую суть психологии, философии времени, богословия, на богословские темы, что оказал влияние на тысячу лет вперед на философию. Мы видим, что в истории западноевропейской философии периодически возникают целые эпохи переоткрытия Блаженного Августина, как это было, например, в XVII веке или даже в XX веке, когда вдруг набрасывается новое поколение на книги Блаженного Августина и жадно пытается их читать. Хотя прошло уже больше полторы тысячи лет с тех пор, как он пошел к Господу. Но для нас очень ценны его прозрения, его мысли. Вот он, значительную часть второй книги посвящает анализу этого поступка. Зачем он это делал? Почему? Он говорит, что у меня в саду, в моем, были более роскошные деревья. Почему я бескорыстно так хотел совершить это преступление? Я же эти груши, говорит, даже и не попробовал. Почему? И он приходит к выводу, что это была иллюзия свободы, подростковая подмена свободы. Он пытался таким образом доказать себе, что он свободен. И свободен в том числе и от Бога. И, в общем-то, его размышления сводятся к тому, что, на самом деле, если мы до конца помыслим эту простую богооткровенную мысль, что Бог творец всего, то от Него некуда сбежать. Он так и пишет в своей книге. Некуда бежать от Бога, потому что Он и есть творец всего. Куда ты от Него скроешься? А тебе хочется непременно свободы, прежде всего, от Бога. Очень интересный портрет подростка дает Блажина Августина. И в этом смысле он один из самых первых возрастных психологов, если хотите. Он из тех людей, наряду с его современником, Блаженным Иеронимом, который обратил внимание на то, как мыслит подростка, как складывается его мироощущение, как в нем прорастают и пороки, и добродетели. И много страниц в этой книге посвящено таким интересным наблюдениям на такой черты подростковой жизни, как стайности. Блаженный Августин говорит, что «мне было стыдно перед друзьями своей малой порочности». То есть он боялся, что прослывет недостаточно порочным в глазах своих приятелей. Я думаю, что и каждый из приятелей кичился своей какой-то порочностью, может быть, даже ее очень сильно преувеличил, как это свойственно подросткам, чтобы никто не подумал, что он недостаточно взрослый, недостаточно свободный и недостаточно крутой, как бы сейчас сказали. И это черта, которую, конечно же, мы, вспоминаем, мы должны учитывать, когда имеем дело с детьми, с подростками. Но для меня кажется, что тут, кроме педагогических, психологических моментов, есть еще мотив глубоко-глубоколичный, который каждый взрослый человек, чуткий христианин, который пытается жить по Евангелию, должен понять, что не все процессы обратимы. И подросткам, и взрослым, и молодым, и старым нужно хорошенько усвоить благодаря Блаженному Августину эту простую истину, что наш мир, который полон соблазнов, постоянно нам кричит, особенно в нашу эпоху, такой доступности и переинформированности, что нужно все попробовать, нужно отведать вот эту грушу или вот ту. Вот в твоем возрасте ничего, и тоже люди вон себе чего-то такое позволяют. Не все процессы обратимы. Ты можешь что-то попробовать, и шрам у тебя останется на всю жизнь, и ты не можешь это событие никогда отменить. Именно поэтому современники Блаженного Августина, египетские старцы особенно, они призывали к осторожности, к предельной осторожности, осмотрительности в том, чтобы не сделать в своей жизни того, что ты потом будешь оплакивать многие-многие годы, а может быть даже и по смерти своей тоже будешь страдать из-за этого неотменимого поступка. Не все процессы обратимы, и груша Блаженного Августина об этом говорит нам очень ясно и отчетливо.